Всем привет! С вами Ольга Сергеева и вы на канале Кинотрафик. Все о кино. Итак, главное событие киногода завершилось. Спешу сообщить результаты 74-го Каннского кинофестиваля и представить победителей. Больше всего я опасалась, что это будут те фильмы, о которых я уже рассказала вам. И о чудо нет! И вот спешу поведать вам о других картинах. Глава жюри режиссер Спайк Ли так разволновался на церемонии вручения призов, что назвал победителя в самом начале. И золотая пальмовая ветвь досталась фильму Титан французского режиссера Джули Дюкарно, известной любителем фестивального кино по фильму Сырое. Это настоящая сенсация, ведь женщина-режиссер получает такую награду лишь второй раз за всю историю Канн. Первой была новозеланка Джейн Кемпион со знаменитым фильмом Пианино еще в 1993-м. Титан – это драматический триллер о серии преступлений, встрече отца и сына на фоне полета сексуальных фантазий и смелой поэзии телесного. Ждем этот фильм осенью этого года. Лучший режиссер, без сомнения, культовая звезда 90-х Леа Скаракс за фильм «Аннет». Об этом страстном и невероятно драматичном рок-мюзикле под музыку Спаркс мы рассказывали в наших предыдущих выпусках и с нетерпением ждем ее на больших экранах уже этим летом. А лучшим актером стал 31-летний американец Колеб Лэндри Джонс за свою пугающую роль, поразившую всех своей убедительностью в триллере «Нитрам» – одного из самых интересных современных режиссеров австралийского кино Джастина Курзаля. Фильм рассказывает о реальных трагических событиях 1996-го в австралийском Порт-Артуре. Лучшей актрисой признана норвежка Рената Рейнси за свою работу в фильме «Худший человек на свете» режиссера Якима Триера. Это драмеди о Джули, которая пытается разобраться со своей личной жизнью и карьерой. О Гран-при жюри разделили на два фильма. Иранский драматический триллер «Герой» режиссера Асгара Фархади, который прекрасно знает человеческую психологию и снимает социально-политические фильмы. Его новый фильм повествует о Рахиме, который попадает в тюрьму и задолго во время двухдневного отпуска пытается уговорить кредитора дать ему отсрочку, но встречает серьезные препятствия. На наш экранный фильм попадет лишь в конце 2022 года. Ну а второй фильм, в создании которого поучаствовала и Россия, «Купе номер 6» режиссера Юха Коусманина. Об этой картине мы уже рассказывали в предыдущих выпусках. Приз жюри был отдан также двум фильмам. «Колена Ахед» режиссера Надава Лапида, создателя фильма-победителя Берлиналя, синонимы. На этот раз автор поведал историю об израильском режиссере, который приезжает в отдаленную деревню, чтобы представить свой фильм. Но события складываются несколько иначе, чем он предполагал, и его миссия оказывается уже иной. И фильм «Память» режиссера Опечатпонга Версетакула, лауреата «Золотой пальмовой ветви» в 2010-м за дядюшку Бунми, который помнит свои прошлые жизни. Режиссер впервые снял фильм за пределами родного Таиланда. История о путешествии по Колумбии женщины из Шотландии в исполнении Тильды Суинтон, которая начинает замечать странные звуки и задумывается об их неземном происхождении. Фильм дойдет до наших экранов только 21 октября. А награду за лучший сценарий получили Рюссуко Хамагуте и Токамоса Ое за фильм «Сядь за руль моей машины», который был снят по произведению Харукаму руками. Это японская драма в чеховском стиле о театральном режиссере, вынужденном пользоваться услугами неразговорчивой девушки-водителя, которая поможет изменить ему жизнь. Кроме Джоди Фостер, почетную «Золотую пальмовую ветвь» в этом году получил итальянский режиссер Марко Белоккио, известный по фильмам «Спящая красавица», «Кровь твоей крови» и «Предатель». А как же фильмы из России? Гран-при конкурса «Особый взгляд» получила картина Кира Коваленко «Разжимая кулаки». А короткометражный фильм «Клима Тукаева. Почтальон», который уже можно без труда найти в сети, стал лучшим в секции «Неспрессо Теллендс». Ну а как же наши мастера? А Ди Яр, Азон, Инье, Ди Андерсон, Верховен, спросите вы? Но согласитесь, нам ведь не надо еще одного доказательства их таланта. Мы все равно будем смотреть фильмы этих признанных мэтров, даже без особых поощрительных наград. Так давайте же встречать молодых и дерзких! Поздравляем победителей и уже очень хотим посмотреть эти фильмы. А на этом у меня все. С вами была Ольга Сергеева. Подписывайтесь на наш канал, ждем ваших лайков и комментариев. Субтитры сделал DimaTorzok